В 9 утра уже в Аммонии. Занятия профильного МВД-класса проходят даже по субботам. Посещение отряда запланировано в рамках программы «Основы правоохранительной деятельности». Одна цель – это познакомить их с историей Министерства внутренних дел, с историей создания тех подразделений, которые на сегодняшний день существуют в Ангарске, то есть Управление Министерства внутренних дел, а также история создания отряда мобильного особого назначения. Для знакомства с отрядом для школьников провели экскурсию. Ребята побывали в тире, спортзале и музее ОМОНа. Кстати, последние экспонаты здесь появились совсем недавно. Их привезли в феврале с Олимпиады в Сочи. Показали школьникам и учебный класс. Здесь уже разложено оружие. Есть снайперская винтовка Драгунова, так называемая СВД. Спецназовцы говорят, что она бесперебойно работает при любой погоде. Продемонстрировали и различные гранатометы. Более специальный для подразделений полиции, спецподразделений, существует такой 40-мм гранатомет ГМ-43. Вот его граната, да? Вот его граната. Он магазинный. Здесь у него магазин внизу. Заряжаем, вот наверх, вот видите, да? На над ствол он заряжается и стреляется очень довольно-таки быстро. Показали школьникам и экипировку ОМОНовцев. Бронежилеты с композитных пластин, например, весят 17 килограммов. А защитный шлем около четырех. Шапка стальная, тяжелая. Защитный шлем два. Имеет еще дополнительно пластиковое забрало для штурмов зданий, для штурмов в узких помещениях, так скажем. Но для штурмовой работы, для фронтовой работы его снимаем, потому что он неудобен, тяжелый. Вот уже несколько лет подряд в этот день учащиеся МВД-класса стоят в одном строю с ОМОНовцами. Вместе счет память погибших стражей порядка. К мероприятию готовятся заранее, тренируют строевой шаг. Газинский Игорь Иванович. Он нас тренировал, мы перед Клятвой все время тренировались. И строевые приемы мы уже знаем. Взяли более подготовленных ребят, которые участвовали в Зорнице. Праздничная программа уже имеет свои традиции. Минута молчания, затем приветственное слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравия желаю, товарищ врач! Сейчас в отряде ОМОН 99 человек. Большинство неоднократно побывали в командировках на Северном Кавказе. Есть и новые сотрудники, принявшие в этот день присягу. Приехали на праздник коллеги из Иркутска, родственники погибших стражей порядка и бывшие сотрудники. Приходя в родное подразделение, чувствую себя как дома. Приятно слышать, что вы с честью и с достоинством несете высокое название ОМОНовца. На торжественном построении отметили победителей конкурса «Лучший ОМОНовец» и команду, выигравшую соревнования отряда по мини-футболу. Лучших сотрудников наградили ведомственными медалями. Елена Мильвит, Михаил Терышкин, Местое время.